Добрый вечер, начинаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер Северсталя, Андрей Леонид Шрайзин, пожалуйста, комментарий по матчу. Ну, идеально первый и второй период провели. Вот буквально у автомобилиста практически не было шансов. Ну, не в обиду, да, были, конечно, моментики, но сыграли идеально. Вот, третий период, забив пятый гол, конечно, сложно было ребят настроить, чтобы они так же концентрированно играли. Вот, немножко испортили, наверное, настроение Владу Подъепольскому, вот, потому что не заслуживало найти три шайбы. Вот, ну, ребят с победой, победа есть победа, ну, тем более над автомобилистом. Мне очень приятно было, спасибо ребятам. Здравствуйте, Андрей Владимирович, Родион Ласов с Пусточку.ру. Но сегодня ваша команда просто как горелла из клетки и выскочила на лед. Как-то по-особому настраивали? Или премиальный подложили побольше? Ну, я же не могу из своего кармана достать премиальный и давать их ребятам. Нет, конечно. Честно, сказал в раздевалке, что не надо возвращаться домой без очков. Вот, как-то по-особому не настраивал. Все в обычном режиме было. Еще можете сказать, что это лучший, ну, если не матч, но 40 минут Северстали за два года вашего руководства? Ну, у нас были такие игры. Просто сегодня залетало, скажем так, многое. А вот плюс 18-летний пацан. Я думаю, что, наверное, рекорд, наверное, установил в лиге. Вот. Так что, тоже бьем рекорды. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Анил Владимирович, Явилов Даниил, пресс-служба МХЛ. Вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, вот последним, кто забивал за Северстальхи триг в МКХЛ, был Павел Бучневич. Сегодня это сделал, Никита Куслистов. Вот, на ваш взгляд, есть ли что-то общее между ребятами? Может быть, ждать нам второго Павла Бучневича? Ну, я с Бучневичем не работал, да, но Бучневич, скажем так, чисто выраженный, крайний нападающий, с хорошим броском. Никита, я его побольше, ну, как я его больше знаю, в руках держу, скажем так. И парень, ну, конечно, с большим, я надеюсь, с большим будущим, вот, обладающий хорошим игровым мышлением. И с функционалкой у него все в порядке, вот, очень сильные ноги, руки. Тем более он еще молодой и еще должен мясом обрасти. Ну, вдохновку вопрос. Как поздравили его после матча? Как, может быть, не знаю, похвалили, может быть, сказали ему что-то доброе? Ну, у нас каску, да, дарят, ну, не дарят, а переходящий приз, да, ну, естественно, сегодня команда ему вручила и похвалила. Еще вопросы? Коллеги, здравствуйте. Андрей Владимирович, приветствую. Дмитрий Махов, хоккейный клуб «Северсталь». Слышите, да? Да, 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 да. Да, вопрос такой. Какие слова сегодня вы смогли подобрать, либо не подбирали для настроя именно молодых игроков, потому что все знают, вся лига, что вы тот тренер, который ориентируется именно на молодых игроков? Да, откуда вы взяли, что я ориентируюсь на молодых игроках? В «Автомобилисте» у меня Симаков был, здесь у меня Трубачев был. Почему? Почему у нас есть и 30-летний. Я просто молодым доверяю. Вернее, я доверяю тем, кто на данный момент сильнейший. Они, молодых я тащу, у меня нет такого. Я стараюсь быть, придерживаться, вернее, спортивного принципа. Тот, кто сильнейший, тот и играет, и все. А какие слова могут быть? У нас… Я просто хотел… Да, извините. Просто как можно мотивировать, что сказать молодым игрокам для того, чтобы они воспарились, что ли, как-то прониклись какими-то словами, чтобы отбросили все лишние мысли и начали действовать именно по вашей установке. Дима, ты сильно радуешься, мне кажется, победе. Это всего лишь одна игра. Ну, нет, нет. Тем не менее… Молодым хоккеистам, конечно, нужно доверие и поддержка. А вот у нас хорошие у нас и Максим Казаков, да, у нас есть Чижиков и Ваня Рогов. Они все уже забили, да, свои голы. Вчера, ну, может быть, это повлияло. Может быть, это сечение обстоятельств. Вчера после тренировки остался с Никитой, показал ему немножко другой финт при выходе 1 в 0. Правда, он сегодня им не воспользовался, и он не так, как я ему показывал. Спасибо, Андрей Ваня. Я просто и хотел услышать, как тренер может дополнительно мотивировать молодых игроков. Вот в чем дело. Я ответил на твой вопрос? Да, конечно, да. Спасибо большое. Спасибо. Все вопросы больше нет. Спасибо. Спасибо. Главный тренер хоккейного клуба «Автомбилист» Билл Питерс. Краткий комментарий по игре. Еще встанет в один день? Продолжение? Нет. Но, это очень долго. Не самый удачный вечер для нас. Вопрос? Почему команда в первые 15 минуты оказалась абсолютно не готова к тем скоростям и к тому доволению, что предложила Северсталь? Почему команда в первые 15 минуты не готова к тем скоростям? Почему команда в первые 15 минуты не готова к тем скоростям? Ну, на самом деле, я мог бы сейчас сказать о том, что у нас, конечно, было много игр в предыдущие дни, и мы физически просели, но я бы не хотел находить в этом оправдание. Но факт остается в том, что ментально, конечно, психологически ребята подсели и выглядели сегодня не лучшим образом. Может быть, это сказалось на тех ошибках, которые мы допустили, потому что первые шайбы мы пропустили в вбрасывании. Это показывает то, что мы были немного несосредоточены. И Гросса сегодня не заметили ни после трех, ни после пяти. И вам не кажется, что такой матч со шестью попущенными шайбами может ударить по психологии молодого Ватаря? Почему ты не изменил голливого сегодня? Потому что он молодой голливый и шесть голливого. Да, я не считаю, что мы были очень хорошо в предыдущих голливого. Я считаю, что мы его сломали чуть-чуть, поэтому я не думаю, что он может подпинуть это на голливого. не стал бы вешать всю ответственность на голкипера. Многие игроки допускали ошибки, поэтому решили, что он сыграл и доверяли сегодня ему. Понимаете, тут дело не в ошибках, а могла ли замена в отрезнице встряхнуть команду как-то? Иногда это работает. Он сказал, что это изменит голливый, и иногда это менталый бомб для команды. Нечего, ты на это отвечаешь. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Нападающий северсталин Никита Гуслистов, автор хэт-рик, пожалуйста, в комментарии по сегодняшний матч. Ну, хорошая игра получилась. Все играли друг за друга, поэтому получилось победить. Но все-таки про свой хэт-рик расскажи подробнее, все-таки первый в КХЛ. Ну, я особо не думал. Первый там, ну, главное, что эти голы помогли команде выиграть. Все-таки думал о победе больше, чем о своих очках. Вопросы? Даниил? Даниил, пресс-служба МХЛ. Никит, перед второй шайбой, прежде чем забить, ты выиграл брасывание у повод Дуцука. Вот каково лицом к лицу сходиться с таким вот известным, великим хоккеистом? Ну, конечно, может, пару лет назад я бы даже не подумал, что буду играть на точке с ним, но на самом деле то, что выиграл, да, хорошо, но за кадром, может, осталось, сколько проиграл ему, поэтому еще есть куда расти. Павел Валерьевич, ничего на брасываниях не говорит, но просто, знаешь, там есть такая традиция друг друга что-то говорить перед брасыванием. Нет. Ты стал самым молодым русским игроком, да, кто забивал в КХЛ, то есть чуть-чуть не хватило тебе до абсолютного рекорда, буквально пара месяцев. Вот что сейчас больше ощущаешь, что горечь, что немножко не дотянул до абсолютного рекорда или радость от того, что рекорд по русским хоккеистам не хватило. Я на самом деле еще о рекордах никаких не думал, мысли сейчас это то, что мы выиграли, все-таки важные очки, чтобы попасть в плей-офф. Вот только что Андрей Владимирович сказал, что сегодня перед игрой провел с тобой небольшое дополнительное занятие и показал тебе свой собственный специальный финн. Почему не воспользовался и когда забивал третью шайбу? Ну, третья шайба там меня уже догоняли, особо времени не было, чтобы обыгрывать вратаря, просто бросил, попал, забил. А вообще, что Андрей Владимирович тебе посоветовал на этой тренировке? Ну, показать какое-то мадное движение, не просто бросать, а показать сначала бросок, а потом уже что-то делать, придумывать, чтобы вратарь поверил. А у вас вообще в порядке вещей, что с молодыми игроками чуть больше внимания уделяется им, да? Ну, не сказал бы, что молодым чуть больше уделяется, я думаю, что всем одинаково все-таки уделяется. Тренера стараются со всеми быть в хороших отношениях, со всеми общаться, что-то подсказывать постоянно. Вот это помогает во время игры. Последний у меня к себе вопрос. Вот, когда последнюю шайбу забивал, убегал один на один, вот не было волнения, что вот сейчас можешь забить хит-трик, вот не было волнения, что там, может быть, руки тряслись немножко, что, ну, не помешало, ничего похоже. Ни волнения, ничего. Да нет, когда я убегал, я даже, ну, забыл про то, что я забивал там до этого, просто увидел, бросил, забил, потом уже понимание пришло, там, через пару минут, что третья зашла. Ну, партнеры на лавке, там, после матча, как вообще отреагировали на твой перформанс? Ну, все поздравили. Сейчас, после игры, да, во время игры все-таки акцентировали внимание на то, чтобы доиграть матч и выиграть. Вот. А сейчас поздравили. Рад, что получилось помочь команде сегодня. Спасибо, Никит, поздравляю тебя с рекордом. Спасибо. Все, спасибо. С победой. Защитник автомобилиста Корбинин Хольцер продолжает нашу пресс-конференцию. Что ты можешь сказать о том, что ты можешь сказать? Да, это был очень тяжелый. Я думаю, что мы вышли очень плотно сегодня. Просто не было хорошо, меня, как я, даже, я играл terrible сегодня, поэтому надо быть лучше. Obviously, несколько hiccups на баках, несколько баках, баках. Надо быть лучше от начала и дать себя если ты до три-два и на на первой. Это тяжело вернуться к команде. Они играли хорошо, играли на ногах. Они дали нам это в первом периоде. Мы не имели ответа. Я просто сказал, что сегодня не достаточно достаточно. У нас есть несколько дней, чтобы перегруппироваться. Надо пойти на практику и вернуться к работе. Будем готовы для игры на тюрьму. Провел ужасную встречу. Пара ошибок, пара неудачных отскоков, пара плохих раскатов. Мы сами себе устроили такой тяжелый матч. Когда ты начинаешь с 0-3 в первом же периоде, ничем мы не смогли ответить сопернику. Соперник же показывал отличную игру, хорошей скорости. Они забросили свои шайбы, зареализовали свои моменты. Мы, к сожалению, не смогли им ответить тем же. Но у нас сейчас будет пара дней для восстановления. Пара дней на то, чтобы провести тренировки, собраться с мыслями и подготовиться к следующей игре во вторник. Второй матч подряд есть ощущение, что автомобилисты уступают действительно в скорости сопернику. Есть ли, может быть, физическая какая-то усталость накопилась или это уже психологические какие-то… Существует ли, может быть, у нас есть сильный матч? Может быть, у нас есть сильный матч? Это было слишком простым, чтобы сказать, что мы слишком tired или что-то. Мы сейчас играли много хоккей, но это просто так. Есть другие команды, которые играли много хоккей в сезоне, и вы просто должны найти возможность быть лучше. Это просто не так, как я сказал. Вы просто должны быть уверены, что вы готовы идти. Не важно, что команда вы играете. В каждой команде в этой лиге есть хорошая команда. И мы играли немного на наших heels сегодня, и это заходило нас в первом периоде. Как я сказал, у нас есть несколько дней, чтобы регруппироваться и расслабиться. И, как я сказал, тюздец – это большой игрок для нас. И мы должны обратиться к работе и практике, а потом вернуться к тюздец. Соперник опасен. Каждая команда достаточно хороша. Нужно просто сейчас собраться с силами, как я уже говорил. Будет пара дней для тренировок, будет пара дней для того, чтобы пересобраться, собраться с силами и подготовиться к большой встрече, которая предстоит нам во вторник. Все мысли с этой игрой. Надеюсь, что поработаем и сможем изменить ситуацию. Спасибо. На этом завершаем нашу пресс-конференцию. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok